Письмо номер 9 Любезный племянник, надеюсь, из прошлого письма ты убедился, что нынешняя полоса разочарования и скуки у твоего клиента сама по себе еще не принесет победы, но что надо извлечь из нее пользу. Давай поговорим, как это сделать. Прежде всего, замечу по своему опыту, что полосы спада в череде колебаний у человека открывают превосходную возможность для чувственных соблазнов, особенно сексуальных. Но, кто читал Леспицу, цитирую, бесу ныне предшествует бесу блуда и уготавляет ему путь. Значит, это Иоанн Леспичник подтверждает тот же самый факт, который пишет из преисподней беса. Тебя это может удивить, продолжает он. Конечно, физические силы, а с ними влечение выше на фазе душевного подъема. Но надо помнить, что и способность сопротивления в это время выше всего. К сожалению, энергия и активность, на базе которых можно было бы вырастить похоть, в равной мере способны помочь работе, игре, размышлению и невинному весею. Гораздо больше шансов нанести успешный удар, когда клиент опустошен, холоден и мрачен изнутри. Заметь также, как меняется при этом у людей половое чувство. На фазе спада оно много реже переходит в пресное блюдо под названием влюбленность. Много проще сводится к извращениям и много чище от великодушных, творческих и даже духовных побочных явлений, которые безнадежно портят нам сексуальную сферу. Ну, тут кое-кто может удивиться, что какие могут быть в сексуальной сфере духовные явления. Однако тот же самый Иоанн Лесничник в том же самом 15-м слове нас предупреждает. «Некто, увидев необыкновенную женскую красоту, весьма прославил они Творца, и от одного этого видения возгорелся любовь к Богу». Так что не надо впадать нам в ту ошибку, которая осуждена Гангерским собором, а именно осуждение и неприязнь к проявлениям неполового чувства, ну, разумеется, в браке, естественно. Ну, или которое ведет к браку. Когда это происходит вне брака или не ведет к браку, тогда торжествуют наши корреспонденты с преисподней. То же самое следует сказать и о других телесных лечениях. Гораздо вернее споить клиента, предлагаемый алкоголь, как обличение в состоянии депрессии, чем как по споре к дружескому веселью в состоянии душевного подъема. Не забывай, что любая радость в нормальном, здоровом и полезном виде – это по существу территория противника. Помните, что писал апостолов Павел в послании к римлянам? «Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует вам ко благу. И хотя благодаря удовольствиям мы одержали немало побед, все же это его изобретение, а не наше. Он произвел их на свет, а мы, сколько ни старались, до сих пор не смогли создать ни одного удовольствия». Продолжение следует. Продолжение следует.